15 января весь православный мир отмечает День памяти Серафима Саровского. В миру этого человека звали Прохор Машнин, и жил он в 19 веке. Серафим Саровский считается великим подвижником русской церкви, основатель ныне существующего Дивеевского женского монастыря. В День памяти святого в Соборе Преображения Господня на торжественное богослужение собралось немало берчан. Некоторые пришли всей семьей. Радость. Пришла причастить ребятишек. Почему именно сегодня? Потому что сегодня праздник Серафиму Саровскому, мы почитаем этого святого. Я его очень почитаю, очень. Всегда ему в трудных ситуациях молюсь, обращаюсь. И сегодня пришла поблагодарить за все. Батюшка Серафим, он, в общем-то, можно сказать, почти наш современник, не так давно жил. И, в общем-то, для нас он является примером того, соответственно, как вот можно подвиг совершить, приблизиться, соответственно, к Господу, обнести вот такую святость, которая присутствовала в нем. Вот. Ну и второй, это, конечно, покровитель нашей гимназии, где вот у меня дочка учится. Поэтому это наш общий праздник сегодня, в том числе и семейный, и общий гимназический. Имя Серафима Саровского носит православная гимназия нашего города. Именно поэтому, чтобы провести праздничную службу, поздравить учащихся гимназии и их наставников, прибыл митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Всех вас, дорогие мои, а особенно детей, всех здесь учащих и учащихся, поздравляю с престольным днем нашей православной гимназии. Мне хотелось бы пожелать, чтобы те, кто учатся в этой гимназии, чувствовали себя, что это их общая семья. Семья, основанная на вере, нравственности и благочестии. По завершении праздничной службы митрополит, конечно, посетил непосредственно гимназию, где еще раз поздравил всех со значимым праздником. Ангелы-хранители, помогай Господь, помогай Господь, помогай Господь, ангелы-хранители.